Добрый вечер, Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белосева. Без воды, без света, без тепла. Как выжить в Авдеевке, где боевики повредили последнюю линию электропередач? Почём ров для народа? Объявят ли НАБУ о подозрении про отцам скандального Евровала? Занятная математика. Кто и сколько заработал на закупках новых автомобилей для МВД? Обострение в Авдеевке вызвало в городе гуманитарную катастрофу. После того, как боевики повредили последнюю линию электропередач, люди остались без воды, без света и тепла. С нами на связи наш военный корреспондент Ирина Баглай. И раздравствуй. Расскажи, что сейчас происходит в Авдеевке? Какие меры принимаются, чтобы спасти людей? Все ли обеспечены тёплой одеждой, средствами обогрева, продуктами питания? И какие прогнозы относительно того, как будет развиваться эта ситуация? Да, Наташа. Мы сейчас находимся в Авдеевке. Здесь перебои со связью. Но могу сравнить с дневной ситуацией. Конечно, стало тише. Хотя периодически снова вспыхивают бои. В основном это старая Авдеевка, старый город. Там слышны разрывы от снарядов тяжёлой артиллерии. Эвакуация жителей не проводится. Пока что считают, что нет оснований для этого. В городе остаются 1400 детей. Поэтому для них будет работать одна школа. Есть палаточный городок, в котором люди могут поесть тёплую еду, попить горячий чай. Также подвозят гуманитарную помощь. Что касается ситуации по ремонту, то пока что не возобновлено ни водоснабжение, ни свет. Нет возможности провести ремонтные работы. Пока что ситуация такая. Спасибо, Ирина. Это была Ирина Баглай. Она сейчас находится в Авдеевке. Я напомню, как развивались события. Боевики открыли огонь по Авдеевке из градов. Первый обстрел зафиксировали ночью. Были выпущены 4 кассеты ракет. Сегодня днём обстрелы продолжились. В результате чего Авдеевка фактически обесточена. Там нет водоснабжения, перебоя с отоплением. В окрестностях повреждены жилые дома. Есть пострадавшие среди мирного населения. Ремонтники готовы приступить к восстановлению энергоснабжения. Но для этого необходима как минимум пауза в обстрелах. Пока её нет. Спасатели со своей стороны готовятся к эвакуации жителей старой части города. В случае, если это понадобится, это частный сектор. Всего зафиксировано 46 обстрелов. Двое наших военных ранены, двое травмированы. Все подробности расскажет Ирина Баглай. С 10 до 17 украинская сторона запросила перемирия, чтобы провести ремонтные работы. Подать снова воду и электричество в город Авдеевку. Якобы российская сторона дала добро. Но вот сейчас 10.10 и вы слышите, обстрел не прекращается. Разрываются снаряды тяжелой артиллерии. В стороне старой Авдеевки. Мы семь раз прекращали огонь. За что один раз чуть не поплатились. А по их просьбе, чтобы они могли вынести двухсотых своих и вывезти раненых. Соответственно, мы пошли на это перемирие. Они воспользовались 15 минутным затишем. Подтянули еще свои резервы. Перемирие для спасения города от гуманитарной катастрофы. Из-за обстрелов в Авдеевке нет воды, газа, света и тепла. Отопление поддерживают на резервах коксохимического завода, который на грани остановки. Ночь мы смогли продержаться. Мы вывели две батареи, остановили. И высвободишься коксовый газ направлен на отопление и циркуляцию воды. Поэтому город не заморожен. Система не заморожена. Сейчас попытаемся добавить немножко температуры. Мы готовим все сценарии. Если на протяжении достаточно долгого часа не по новому электроживлению, або не отримаем из Макеевки газ, то зрозумеется, что тогда придется сливать воду и тогда придется консервировать житло. Но уже этой ночью жители Авдеевки мерзли в своих домах. Холод нереально. Вот сейчас хожу, у меня внутри все замерзше. У нас уже третий день отопления. Мы в 14 этажке, и там ни света, ни воды, ни тепла. Как вы спите вообще? Ну, как в одежде. Одетые. Там чуть-чуть, там вроде как, чтобы не размерзли с батареи. Да, чуть-чуть тепленькие. Если вражеские обстрелы не прекратятся, людей эвакуируют. На 10 годин было готовы принять 8 тысяч людей. За один раз у нас достаточно автотранспорта. Десь на 4 170 людей за один раз мы можем вывезти. В принципе, мы готовы эвакуировать все население города Авдеевки. Об эвакуации люди узнают от нас и не спешат бросать свои дома. Говорят, эвакуация может быть даже. Не знаем, мы еще не слышали. Куда мы пойдем? Куда идти? Вот здесь вот фотографируем. Я тут родилась, выросла, образование получила. И что? Куда идти? Мой тут родительский дом. А пока переживают ночи в подвалах. Когда ударили вражеские грады, Андрей с женой и дочкой едва успели укрыться. И тормозки тут, и радио, и одежда. Ребенок вон там лежит. Двух часов ночи сидели. Я подняла ребенка, первый залп был град. Муж крикнул, быстро собирайтесь. Мы успели одеть сапоги, куртку. Одежда теплая, все было снесено уже в подвал. Основная наша цель – это защитить ребенка, спасти жизнь ее. Когда летел град, очень громко и очень близко такое ощущение. Днем даже выйти за продуктами и выехать из старой части города рискованно. Здесь нет военных позиций, только гражданские. И все летит по домам. Только если будет достигнуто устойчивое перемирие, ремонтники смогут возобновить электроснабжение и подачу газа. Иначе город просто замерзнет. Петр Порошенко обратился к международным партнерам с просьбой повлиять на ситуацию в районе Авдеевской промзоны. Об этом президент Украины сообщил во время экстренного заседания СНБО. По его словам, речь идет о безопасности мирных жителей и предотвращении экологической катастрофы, сложившейся из-за обстрелов боевиками Авдеевского коксохимического завода. Президент говорит, что после прекращения боевых действий специальные бригады готовы приступить к ремонту тепла и электросетей. Но если обстрелы не прекратятся, будет принято решение об эвакуации людей в безопасную зону. Вжить все заходы для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных будинки и 3,5 тысячи будинків приватных. На мое доручение військовые подготовили все, начиная от земных наметов и закінчивая військово-полевыми кухнями. Створены все умовы для того, чтобы были автобусы. Если будет найгірше, чтобы не залишить людей сам на сам с этими проблемами. Украина намерена дополнить иск против России в Международный суд ООН фактами обстрелов Авдеевки. Об этом в ходе рабочего визита в Донецкую область с министром зарубежных дел Дани Андрсом Самуэльсеном сообщил глава украинского МИДа Павел Климкин. «Те, что происходит вчера и сегодня, когда за помощью святой эскалации ситуации мы не можем начать ремонт электрических и тепловых морей, это святое провокирование гуманитарной катастрофы. 25 тысяч людей залишилось без электрики и больше, чем 15 тысяч людей за такой температурой залишилось без тепла». Минские соглашения, основа мира и другого варианта нет. Так, на эскалацию боевых действий в районе Авдеевки и Донецкой катастрофическое ухудшение гуманитарной ситуации там отреагировал глава фракции оппозиционный блок Юрий Бойко. По словам этого политика, гибель мирных жителей и военных стало трагическим, но прогнозируемым итогом недостаточного выполнения Минских соглашений. Бойко подчеркнул, что, по его мнению, у конфликта на востоке Украины есть только один способ разрешения – политический. Немедленно прекратить боевые действия в Авдеевке призывают в Евросоюзе, а в ОБСЕ, чтобы обсудить ситуацию, созвали экстренное заседание. С нами на прямой связи наш европейский корреспондент Алексей Пшемызский. Алексей, здравствуй, что говорят об этих событиях в Европе и есть ли уже какие-то новости из ОБСЕ? Наталья, отмечу, что здесь, в Брюсселе, ситуацию в Авдеевке назвали вопиющим нарушением Минских соглашений. Вот прямо так дословно говорится в заявлении Совета по внешним связям ЕС, с опубликованным сегодня в связи с ситуацией в Авдеевке. Там призвали немедленно прекратить огонь, обеспечить безопасность мирных жителей и восстановление инфраструктуры, а также дать полный доступ представителям ОБСЕ. Отмечу, что сегодня в обед глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, Артуру Лапакан, также сделал заявление в связи с эскалацией конфликта. Он также призвал немедленно прекратить огонь. И вот цитирую, как дословно говорится в его заявлении, за последние дни представители ОБСЕ зафиксировали тысячи случаев нарушения перемирия на востоке Украины, а также использования запрещенных вооружений. И господин Апакан призвал немедленно отвезти эти вооружения, и также, конечно же, в первую очередь обеспечить безопасность мирных жителей. А скажу, что в эти минуты продолжается экстренное заседание ОБСЕ, которое созвали в связи с эскалацией конфликта. Пока что неизвестно, какие там будут приняты решения. Но вот как отметил в своем твиттере представитель Украины ОБСЕ Игорь Прокопчук, страны-участники призвали Россию выполнять Минские соглашения и придерживаться перемирия. Ну вот на данный момент это вся информация, мы продолжаем следить за событиями и постараемся до конца выпуска, если появятся какие-либо новости, рассказать вам. Наталья. Спасибо, Леша. Алексей Пшемыцкий об экстренном заседании ОБСЕ, посвященном ситуации в Авдеевке. Обеспокоена гуманитарная ситуация в Авдеевке и посол Великобритании в Украине, об этом Джудит Гофф написала в твиттере. В своем сообщении она призвала к немедленному перемирию для оказания помощи мирным жителям. Ранее на ситуацию в Авдеевке в соцсети отреагировала и посол США Мария Ивановича. Она написала, цитирую, «Очень обеспокоена судьбой жителей Авдеевки, особенно двух с половиной тысяч детей, которые остались без воды, электричества и тепла». Конец цитаты. Сегодня резкое обострение ситуации на Донбассе обсудит Совет безопасности ООН. Заседание созвали по запросу Киева, она пройдет в закрытом режиме, об этом сообщил нынешний председатель Совбеза ООН Олаф Скук. Ранее глава украинской делегации ФПСЭ Владимир Арьев в эфире одного из украинских телеканалов заявил о том, что будет инициировать дебаты по ситуации в Авдеевке в парламентской ассамблее Совета Европы. Осуждает интенсивные боевые действия в Авдеевке и представительство ЕС в Украине. В официальном заявлении обострение на Донбассе названо грубым нарушением соглашения о прекращении огня. В Днепре открылся гуманитарный штаб помощи жителям Авдеевки. Его организовали в холле облсовета. Сюда местных жителей призывают приносить вещи первой необходимости, теплую одежду, медикаменты, средства гигиены. По словам представителей штаба, сейчас жители Авдеевки больше всего нуждаются в химических согревающих пакетах, термоодеялах и термосах, а также продуктовых наборах. Первая часть гуманитарной помощи отправится из Днепра уже завтра утром. Всего лишь за несколько часов с момента открытия этого штаба горожане уже принесли сюда более полусотни одеял и несколько ящиков с консервов. Эвакуация людей находится в компетенции областной администрации Донецкой местных властей. На сегодняшний день мы решаем узкую проблему. Оказание гуманитарной помощи и оказываем помощь по случаям, когда необходимо лечить, когда необходима медицинская помощь. Как только у нас появится свежая информация из Авдеевки, мы обязательно еще вернемся к этой самой острой сегодняшней теме. А пока к другим темам. Дело стена. Так кто все-таки распилил деньги, выделенные на строительство так называемого евровала, распиаренного бывшим премьер-министром Яценюком? В антикоррупционном бюро обещают в ближайшее время объявить о подозрении в нецелевом использовании средств определенному кругу лиц. Глава НАБУ Артем Сытник сегодня на брифинге заверил, что это громкое коррупционное дело близится к развязке. Там много работы сделано, и в принципе мы рухаемся до первых подозрений. Я напомню, стену, или так называемый европейский вал, Кабмин Яценюка решил строить в бае 2015 года. Согласно плану, вдоль границы должен был появиться ров, вал, металлические заграждения с колючей проволокой и вышки, оборудованные видеокамерами и датчиками движения. Стоимость пакета этого 4 миллиарда гривен. Тогда премьер клятвенно пообещал, что стена даже танки сможет сдержать. В реальности же на многих участках ограничились установкой металлической сетки, не способной остановить даже диких животных. По словам местных жителей, время от времени сооружения успешно атакуют кабаны. На сегодня работы приостановлены из-за отсутствия денег. В бюро общественных экспертиз установили, что госорганы через генеральных подрядчиков перечислили более 69 миллионов гривен фиктивным фирмам. Расходы на строительство стены неоднократно проверяли народные депутаты. После этого направили обращение в НАБУ, САП и СБУ, а также в Минобороны с требованием провести более тщательную проверку. Государственные, значит, наши с вами деньги пристраивают в карман не только с помощью стен. Активисты сообщают, что, похоже, МВД подзаработало на закупке новых экоавтомобилей для патрульных полицейских. В этом вопросе сегодня разбирался Олег Решетняк. Давайте посмотрим. Как нагреть государство на 200 миллионов гривен и выйти сухим из воды? Примерно так можно описать ситуацию вокруг закупки в новых патрульных автомобилях Mitsubishi Outlander с гибридным двигателем по заказу МВД. Активист Алексей Тамразов один из первых пролил свет на волшебную математику вокруг эко-кроссоверов. Оказывается, каждое из 635 авто могло бы обойтись государству на целых 280 тысяч дешевле. Это деньги государственного бюджета, специального фонда. Все мифы о том, что это какие-то там деньги, подарок, не подарок, это все мифы. Деньги в бюджете, соответственно, государство покупает товар по завышенной цене. После обнародования информации о завышенных закупочных ценах главе МВД Арсену Авакову пришлось лично отбиваться от подозрений в коррупции. Накануне новогодних праздников, ровно месяц назад, как всегда у себя в Фейсбуке, он заверил, все проблемы решил и скидку у японских производителей авто получил. А это значит, уверял Аваков, на сэкономленные деньги Украина дополнительно закупит 101 экологический кроссовер. Мол, никакой зрады, только перемога. Но юристы из Центра противодействия коррупции говорят, информация на странице в Фейсбуке фантастика. Изменить подписанный договор, по которому уже совершена сделка и переведены средства, невозможно. После этого времени никаких изменений на прозору, на официальном портале, про внесение изменений к договору о принижении цены не было. То есть слова, которые он написал в Фейсбуке, остались его словами. Фактически, снижение на 14%, которые они выбили в Митсубийскую корпорацию МОТ, не произошло. Про это мы даже имеем ответ, дотованную от 13.01.2017 года, за подписом самих Аваков. За скандалом вокруг закупок автомобилей с самого начала внимательно следят и в Трансперенции Интернешнл. Международная антикоррупционная организация обращалась ко всем правоохранительным органам. И только на прошлой неделе льод тронулся. Мы получили ответы с Генеральной прокуратуры Украины, относительно того, что станом на 23 сентября 2017 года начали досудовое расследование. И нам рекомендовали обратиться к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Потому что именно их детективы ведут это расследование. Активисты-юристы в один голос утверждают, если не изменить правила тендеров, то в будущем с подобными утечками денег мы будем сталкиваться снова и снова. А пока нужно подождать. Чем же закончится расследование антикоррупционной прокуратуры? Может, на этот раз виновных все же накажут? Олег Решетняк, Павел Лысенко. Подробности. Телеканал Интер. Два миллиарда гривен потерял Ощадбанк на продаже ценных бумаг по заниженной стоимости малоизвестному банку 3 на 4. Прокуратура начала досудебное расследование по этому делу еще год назад. И до сих пор результатов нет. А вот некоторые политики убеждены, что расследование затягивают специально, поскольку в финансовых схемах замешаны представители Народного фронта. Сейчас эта фракция настаивает на принятии закона о спецконфискации, чтобы с его помощью похоронить расследование вот таких макинаций. Так считает народный депутат Сергей Каплин. Участником этой схемы был Державный Укрэксимбанк. Так вот, этот банк, наглядовую раду этого банка, очовывала секретарка Яценюка Войцехівская, которая сейчас является депутатом от Народного фронта. Она не имеет никакого отношения к банковской справе. Она очовывала банк для того, чтобы замкнуть всю эту схему. Таких прецедентов после Майдана было низко. В связи с рейдерством окременных предприятий, где участие безусловно принимали Аваков, Пашинский и другие. Цю справу заберут в рамках закону про спецконфискацию. Это будет делать прокуратура. Скорее всего, первый заступник керевника прокуратуры, сторожок, который зашел по квоте Народного фронта. И, соответственно, у них будет полный набор необходимых процессуальных прав для того, чтобы эту справу поховывать. Глава еще одного скандально известного банка, Михайловский, Игорь Дорошенко, сбежал из-под домашнего ночного ареста. Такая информация появилась сегодня утром в ряде СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Я напомню, Дорошенко был ключевым подозреваемым в деле о хищении средств банка. Речь идет о 2 миллиардах гривен, 870 миллионов из которых инкриминируют именно экс-главе правления. Дорошенко также подозревают в доведении Михайловского до неплатежеспособности. Так куда же пропал Игорь Дорошенко, разбиралась Анна Каменева. Куда пропал подозреваемый Игорь Дорошенко? Бывший глава правления банка Михайловский должен был явиться к следователю еще в пятницу. Ему должны были вручить новое подозрение о доведении банка до банкротства. Однако Дорошенко не пришел. Четыре дня в киевской прокуратуре не знали, где он. И через суд получили разрешение на задержание подозреваемого. Но уже ближе к обеду Дорошенко в фейсбуке написал. Он все это время был в больнице. К нему в палату нас не пустили. А вот что рассказала его жена. 26 сентября ему было очень зло. Я этому свидетельствую. И я как дружина, я должна была отреагировать. И вызвала шуткую помощь, которая зафиксировала этот критический стан. Мой человек был госпитализованный 26 сентября 2017 года в лекарню с повышенным тиском и гипертоническим кризом. Адвокат подозреваемого уверяет, сразу предупредил прокуратуру о госпитализации клиента. Мною было поведомлено 26.01.2017 года прокуратуру города Киева через канцелярию. Особисто поведомлено прокурора, который действует надзор за данным криминальным проведением. Пропажа подозреваемого заставила прокуратуру потребовать изменения ему меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Прямо из больницы вечером его отправили в Днепровский райсуд столицы. За весь этот час никто не проверял моё находление, например, дома. Можливо, я за мной что-то страдалось и так далее, но это не проверялось. Я думаю, что эти подставы, которые назначаются следствием, прокуратурой, это штучные подставы, которые надаются с метою штучного смены запобежного захода, с метою тиска на меня. Суд избрал Дорошенко меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 марта. У него есть альтернатива внести залог 160 миллионов гривен. Дорошенко говорит, таких денег у него нет. Решение будет обжаловать. Напомню, экс-глава управления банка Михайловский подозревает в течение 870 миллионов гривен и доведение банка до неплатежеспособности банкротства. НБУ признал банк неплатежеспособным в мае 2016 года. Из-за аферы с депозитами вкладчиков фонд гарантирования вкладов отказался выплатить пострадавшим деньги. Начались акции протеста. Нередко они заканчивались потасовкой с правоохранителями. В итоге под конец года парламент принял закон о выплатах пострадавшим. Президент его сразу же подписал. Всего вкладчикам выплатят свыше миллиард гривен. Ирина Романова, Анна Каменева, Сергей Келимник, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. Закарпатская прокуратура поймала на взятки чиновника Мукачевской райгосадминистрации. За 4000 гривен специалист отдела архитектуры оформил разрешительные документы на строительство частного дома. Тем временем Иштвану Цапу, это зам Ужгородского мэра, которого тоже подозревают во взяточничестве, сегодня избрали меру пресечения. Вчера из-за неявки прокуроров заседание отменили. Так какое же решение приняла судья, узнаем от Марины Коваль. Ужгородский судья Олег Придачук начинает рассмотрение дела об избрании меры пресечения первому заместителю Ужгородского головы с воспитательного момента. Раскритиковал работу журналистов за неудачные фото со вчерашнего заседания. На одном из сайтов, я в таком, в ракурсе, в таком, кто-то сфотографировал, с языком, расслабился, а вы использовали себя тем. Затем пожурил прокуроров за срыв вчерашнего заседания. Чи можете надать доказы соответствующего занятости в другом процессе? Я был занят в другом криминальном проведении, вообще на данный час по памяти поведомить не могу. После приступает к рассмотрению ходатайства прокуратуры. Та просит отстранить Иштвана ЦАПа от занимаемой должности и взять его под стражу на время досудебного следствия. Подозреванный может вдаваться до использования других людей с метою испотворения будь-яких доказов его вины, чтобы направить нас на хибный шлях, чтобы уникнуть ответственности. Прокуратура подозревает ЦАПа в вымогательстве 45 тысяч гривен. Он требовал у предпринимателя, обещая помочь с приватизацией арендованного участка. В сговоре с ЦАПом, по данным прокуратуры, были депутат Гурсовета, который возглавлял земельную комиссию и сотрудник одного из коммунальных предприятий. Последний являлся посредником, передавал деньги. Его задержали на прошлой неделе, когда он получил часть взятки 20 тысяч гривен. Юрий Луценко заявил, что ЦАП, узнав об этом, подался в бега почти сутки. С ЦАПом не было связи, но в пятницу он объявился в Ужгороде и заявил, что находился в командировке в Киеве. ЦАП называет все обвинения необоснованными. Суд удовлетворяет первое ходатайство прокуратуры. ЦАПа отстраняют от должности на время досудебного следствия на два месяца до 30 марта этого года. Но в качестве меры пресечения избрал не заключение под стражу, а домашний арест. Если прокуратуре удастся доказать вину Иштвана ЦАПа, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. С конфискацией имущества и запрет занимать государственные должности на протяжении трех лет. Марина Ковалев, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. В Ривненской области ликвидирована группа контрабандистов, которые вывозили предметы старины за рубеж. Известно, что в группу эту входили пятеро украинцев и двое белорусов. Антикварианты они доставляли в Беларусь, а уже оттуда в страны Европы и США на продажу. Одного из контрабандистов задержали на пункте пропуска Новые Яриловича. Это Черниговская область, когда тот пытался вывести меч романского типа и старинные монеты различных номиналов и периодов выпуска. Все это нашли в технологических полостях автобуса, который следовал из Киева в Минск. Сотрудники СБУ провели обыски и у других подозреваемых изъяли более тысячи предметов антиквариата. Основное, что было выявлено в автобусе, это ось этот меч, ориентированно, фаховцы скажут, что 14-15 столетия. Самый злоумистник, сам его перевозил в автобусе, мы его нашли там, где он его заховывал. В Кировоградской области жители Благовещенского района требуют вернуть им землю. Месяц назад их паи взяла в аренду столичная фирма. Вот только разрешение на это люди не давали. А о новом арендаторе узнали совершенно случайно, заглянув в кадастровую карту. Сколько человек пострадали от этих схем, узнаем от Елены Брынзы. Многие жители Благовещенского района сегодня на сессии облсовета сюда приехали за 200 километров. Требуют приструнить рейдера и вернуть им землю. О том, что их паи взяла в аренду столичная фирма, люди узнали случайно. Заглянув в электронную базу госгеокадастра. Уверяют, никаких документов они не подписывали. В подобной ситуации около полутысячи жителей десятка сел Благовещенского района. Люди подозревают, рейдерам помогли чиновники. По документам арендатор общества Агроинвест Украина. Но телефоны, указанные на их официальном сайте, не отвечают. Мы отправили запрос на официальную почту, ждем ответа. С требованием остановить рейдера люди уже дважды перекрывали областную трассу. Только после этого в нацполиции области начали проверку фактов подделки документов. Правоохранители сетуют, мошенники пользуются несовершенством законов. Если заключить какую-то укладку правомощность, то нужно одна сторона и другая сторона. Нужно удостовериться в их належности, правомощности. В любом районе, в любой территориальной громаде это можно сделать в другом. Сейчас в районе, работая спецкомиссия, обещают в течение трех дней отменить регистрацию поддельных договоров аренды. Иначе люди в субботу снова перекроют трассу. Елена Бринза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Крапивницкий. Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Детсад по-взрослому. Черная бухгалтерия, мертвые души и голодные дети. Как выглядит изнанка дошкольных учебных заведений. С баллистическим приветом. Иран продолжает испытывать ракеты. Нарушена ли резолюция ООН? Когда указ, не указ. За что Дональд Трамп уволил генпрокурора США? И какие корпорации объединились против нового миграционного закона? Сегодня во время встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации министр инфраструктуры Владимир Амелян коснулся темы конфликта с главой Укрзалезнетти, Войцахом Болчуном. Скандал начался вокруг реформ в этой крупной госкомпании. У нас действительно есть слабкая ланка, это Укрзалезниция, которая до сих пор не сформировала нормальную, адекватную команду, которая будет иметь видение транзитных потоков с резонезными шляхами. Кто-то будет новый, точно. Будет точно, да? Кто-то будет новый, або министр, або новый менеджер. Речь идет о скандале, разразившемся на минувшей неделе на заседании в Доме правительства. Кабмин объявил о намерении переподчинить себе железные дороги в обход противельного министра. Тот затеял публичную ссору. Амелян считает, что польский менеджер Болчун не справляется с управлением компанией и вместо реформирования оставляет действующие коррупционные схемы. Напомню, премьер Владимир Гройсман отреагировал на это требованием и процитирует создать наблюдательный совет Укрзалезнетти для проведения реформ, а не играть в песочнице. Сам же Владимир Гройсман сегодня обсуждал с экспертами развития системы образования на ближайшие 4 года. В планах за это время обеспечить всех дошкольников местами в детсадах, модернизировать программы обучения и оборудование в профтехучилищах, а кроме этого сделать максимально профильной старшую школу, организовать дистанционные обучающие курсы для детей, проживающих на оккупированных территориях, и увеличить финансирование науки до 0,3% от ВВП. Все замечания и дополнения пообещали внести в проект среднесрочного плана действий Кабмина, чтобы позднее утвердить его на своем заседании. Пока премьер занят вопросами реформирования системы образования, дошкольные учреждения живут своей жизнью. Громкий скандал разразился в Одессе. Конфликт между заведующей и поваром одного из детских садов грозит перерасти в серьезное уголовное разбирательство. Почему, узнаем от Андрея Анастасова. Елена Воронцова работала поваром в яслях садики номер 45 в Одессе. На днях она повздорила заведующей. Та якобы не выдала ей часть зарплаты, а после ссоры, мол, вовсе набросилась на Елену с кулаками и заставила написать заявление об увольнении. И вот после этого девушка решила выложить журналистам всю правду матку. Она меня вызвала и объяснила мне, что каждый день отлаживается ей кусок мяса, творога, молока, масла. Ей медсестре. Кроме того, рассказывает Елена, в детсаду есть черная бухгалтерия, а также так называемые мертвые души, зарплату за которых заведующая кладет себе в карман. У нас так оформлен еще один охранник, еще одна какая-то женщина у нас оформлена, няня у нас так оформлена левая. У заведующей своя версия произошедшего. Мол, это повариха на нее напала. Обвинение в злоупотреблениях отвергает. Недавно я начала замечать странности в закладке продуктов, выдаче продуктов, в маленьких порциях и так далее. Когда я стала ее контролировать, то она просто взбестилась. По факту драки обе стороны уже обратились в полицию. Служебное расследование проведет и городской департамент образования. Нет, мы не можем давать такие какие-либо комментарии. Для этого нужны факты. Когда поступит обращение, мы рассмотрим, в действительности это происходило или нет. Оказывается, проверяют учебные заведения чиновники только после обращений, например, родителей. Но пожаловаться решаются лишь единицы. И так по всей стране. И в школах, и в детских садах, говорит активистка из-за Львова. И дело, мол, не только в воровстве. Так тендеры на поставку продуктов питания выигрывают одни и те же фирмы. Хотя качество товаров низкое. То есть, ну и певная договоренность, напевно, между руководством школы и между начальником продуктов питания. И сейчас такая проблема, ну, в большинстве дошкольных и школьных навчальных закладов. Станет ли случай в Одессе поводом для отдельного расследования возможных злоупотреблений в детском саду, покажет время. Мы проследим за развитием ситуации. Андрей Анастасов, Галина Якушко, Игорь Михоношин, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Отмена упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса приведет к упадку деловой активности и обнищанию среднего класса. Такое заявление сделал лидер парламентской фракции оппозиционный блок Юрий Бойко на встрече с частными предпринимателями в Борисполе. Напомню, отменить так называемую упрощенку в своем меморандуме Украине настойчиво советуют в МВФ. Это одно из условий получения очередного транша международного кредита. Я перейшла на систему спрощенную, а теперь и прощенную систему закрывают. Мне требует бухгалтера, мне требует кассовый аппарат. Но даже дело не в этом. Меня придут переверять. А я не уверена, что эти штрафы, которые они называют, идут в государство. Мы против меморандума УВФ, в связи с которым предлагается прибрать эту пельговую систему податкования и перевести всех на податковую систему, которая действует в государстве для большого бизнеса. Для этих людей это просто будет запрещение всего, что у них есть. Это неправильно, мы будем выступать против. Антикоррупционное бюро не получило новой информации во время допроса народного депутата-беглеца Александра Онищенко относительно подкупа депутатов Верховной Рады. Так называемые пленки Онищенко никто до сих пор не видел. Об этом на брифинге заявил руководитель НАБУ Артем Сытник. В то же время он сообщил, что в рамках расследования по так называемому газовому делу задержали еще троих фигурантов. Было затримано еще трех фигурантов в связи относительно членового злочинного группирования, которого осуществлял народный депутат Онищенко. Это когда-то первый заступник головы правления Державного подприятия Укргаз-Видобывания. Это нынешний заступник головы правления Державного подприятия Укргаз-Видобывания. И один из руководителей Департамента этого подприятия, который обвинутованно подозрится в служебном установке и участие в злочинных действиях. Тем временем офис НАБУ пикетировали работники Государственной объединенной горно-химической компании. В столицу они приехали из регионов, чтобы поддержать своих руководителей. Как известно, на минувшей неделе бюро задержало председателя правления компании Руслана Журилу и еще двоих менеджеров. Митингующие уверяют, что за два года под их управлением ранее убыточная компания заплатила в бюджет страны почти 2 миллиарда гривен налогов. Шеститысячный коллектив обвиняет НАБУ и САП в срыве приватизации предприятия и уже обратился к президенту, премьер-министру и генеральному прокурору с просьбой не допустить уничтожения комбинатов. Трудовой коллектив обеспокоен в завтрашнем дне нашего производства. Мы обеспокоены выплате заработной платы. Мы обеспокоены в срыве контрактов, потому что от этого зависит судьба не только нашего комбината, но и всего нашего города. Мы хотим, самое главное, чтобы вы понимали стабильность работы нашего комбината. Это самое главное. К торговой войне с Соединенными Штатами готовятся немецкие бизнесмены. Деловые круги Германии обеспокоены обострением отношений между США и Мексикой, а также расторжением соглашения о транс-тихоокеанском партнерстве. Как на днях заявил глава Немецкого института экономических исследований Марсель Фратшер, Германии грозит торгово-экономическая война с Америкой. Особенно волнует заявление Трампа относительно немецкого автопрома. Дескать, в США слишком много немецких машин, а вот американские марки нечасто встретишь в Европе. Конкретные шаги Вашингтона пока не предпринял, но в Германии уже обсуждают возможные контрмеры и предлагают переориентироваться на Китай. В убежище отказать Европейский суд разрешил не предоставлять статус беженца людям, которые подозреваются в связях с террористическими группировками. Кого коснется это нововведение? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Страны ЕС имеют право отказывать в предоставлении убежища пособникам террористов, которые прямо или косвенно были причастны к деятельности экстремистских организаций. Такое решение сегодня вынес Европейский суд в Люксембурге. Это высшая судебная инстанция ЕС. В суд обратился гражданин Марокко Мустафа Лаунани. Сейчас он живет в Бельгии и не так давно вышел из тюрьмы. Отсидел 6 лет за поддержку запрещенной в стране марокканской исламской боевой группы. Осудили Лаунани за то, что он помогал членам организации получать поддельные паспорта и вербовать боевиков. Выйдя на свободу, Лаунани попросил в Бельгии убежище. Мол, боится преследований на родине. Власти Бельгии отказали и имели полное право, подтвердил Европейский суд. Участие в деятельности террористической группировки может быть причиной в отказе предоставления статуса беженца, даже если проситель убежища не совершал или не пытался совершить террористический акт. Решение суда носит рекомендательный характер, то и страны Евросоюза могут его не учитывать, принимая решение о предоставлении убежища. Но это тот случай, когда вердиктом суда скорее с удовольствием воспользуются. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Протесты игнорировать. Похоже, такова позиция Дональда Трампа, против которого восстали не только американцы. По всему миру прокатилась волна манифестаций с призывом отменить ограничения для въезда в Соединенные Штаты Америки. Но повлияют ли они на принятие подобных решений, избиралась Оксана Кундеренко. Простые граждане и сотрудники крупных организаций. В США толпы на улицах больших городов и в аэропортах не расходятся с выходных. Тысячи протестующих в основном проводят мирные марши, но случаются и столкновения с полицией. Google вывел из офисов всех сотрудников в Кремниевой долине. Facebook, Starbucks, Nike, Airbnb. Крупные корпорации объединились в стремлении отменить скандальный закон по всему миру от Японии до Великобритании митинги с критикой Трампа. Если мир объединиться, то будет какой-то эффект. Мы должны стараться, чтобы наши голоса услышали. Я бы мог сейчас сидеть дома на диване, но решил прийти сюда и высказать свое мнение. Я не согласен с действиями Трампа. Если достучаться до президента США через Атлантику не получится, то по крайней мере британский премьер должна услышать призывы демонстрантов. Таких протестов Великобритания не видела со времен, когда огласили результаты референдума о выходе из ЕС. На этот раз причина Дональд Трамп. Тысячи людей уже, как водится, организовались в соцсетях и пришли протестовать по Даунинг-стрит-10. Для премьера Терезе Мэй это первый такой экзамен, такого масштаба. С одной стороны на чаши весов глобальный партнер Соединенные Штаты Америки, а с другой собственный народ и электорат. Люди категорически против государственного визита Трампа, который, по их мнению, опозорит королеву Елизавету Вторую и требует понизить статус до официального, который не предусматривает приема в Букингемском дворце. Петицию об этом подписали больше полутора миллионов граждан. США очень близкий союзник Великобритании, мы сотрудничаем во многих сферах, у нас особые отношения. Я официально пригласила американского президента к нам, и это приглашение остается в силе. Закавыка в том, что устное приглашение всего лишь слово «вылетело и не поймаешь». Письменное должна прислать лично королева по рекомендации МИДа. Но почему так рано? Других президентов США она принимала в середине их срока. Британский парламент обсудил гражданскую петицию. Многие депутаты не стеснялись в выражениях относительно президента США. Осуждают его и мировые лидеры. По Лакаю, этот закон противоречит всем базовым принципам помощи беженцам и всем принципам международного сотрудничества в этой сфере. Сам Трамп на критику не реагирует и сохраняет хорошую мину при плохой игре. У нас вчера выдался отличный день в сфере безопасности. Мы взяли и сделали свой шаг немедля. Он повторяет, что запрет на въезд США и остановка приема беженцев мера временная. Но эксперты считают, что закрытие границ затянется. Уже сейчас для граждан тех стран, которым требуется американская виза, ужесточают правила подачи документов и проверки. Вот так Дональд Трамп воплощает свои предвыборные обещания в жизнь. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Тем временем Дональд Трамп уволил генерального прокурора США за невыполнение своего иммиграционного указа. Президент сталкивается с саботажем и в других госструктурах, ведь их все еще возглавляют чиновники, назначенные Обамой. Дмитрий Анопченко с подробностями из Вашингтона. Саботируют как могут. Почти девять сотен беженцев въедут сегодня-завтра в Америку, несмотря на ограничения Трампа. Агентство Reuters выяснило, Министерство внутренней безопасности решило все же открыть границу для тех, кто получил разрешение на въезд до того, как новый президент подписал указ. Но есть и другая статистика. Ограничительные меры Трампа уже работают. Четыре сотни человек по всему миру с американскими визами получили отказ в посадке на борт самолета. Еще две сотни не пропустили, когда они уже приземлились в аэропортах Америки. Для 700 устроили на границе допрос с пристрастием. Часть беженцев прибудет и через этот аэропорт. И причина саботажа различных служб понятна. Ведь до сих пор на своих местах, пусть и с приставкой ИО, остаются чиновники, назначенные Обамой. Им осталось доработать. Последние дни их вот-вот уволят. И понятно, что они воспринимают штыки инициативы новой администрации. Трамп даже ИО генпрокурора уволил. Не дождавшись, пока Конгресс утвердит замену. И призвал демократов не тормозить назначение его новой команды. В частности, госсекретаря Рекса Тиллерсона. Попытка утвердить его накануне успехом не увенчалась. Провели лишь рейтинговое голосование. Новая попытка будет на этой неделе. Сенаторы все никак не проголосуют. Требуя, пусть он вначале свое отношение к иммиграционным новшествам Трампа объяснит. Газета выяснила. Даже представители миграционных властей и госдепартамента узнали о нововведениях из теленовостей. Так никогда еще не делалось. Но Белый дом сохранял информацию в тайне. Спецслужбы опасались, что узнав о будущем запрете, террористы смогут проникнуть в США еще до того, как начнут действовать новые правила. СМИ публикуют сегодня слова советника Трампа Валида Фарреса. Мол, мы не пытаемся дискриминировать мусульман. Просто хотим обезопасить страну от радикалов, выдающих себя за беженцев. Насколько прав Дональд Трамп и хватает ли его президентских полномочий для того, чтобы ввести иммиграционные запреты, выяснять теперь будут в суде. Сразу несколько штатов. Первым был штат Вашингтон. Подали иски для того, чтобы отменить президентское решение. Ну а сегодня руководители крупнейших корпораций, в частности Майкрософта и дочерних компаний Гугл тоже соберутся для того, чтобы решить, а что они могут сделать, чтобы саботировать решение нового президента. Сам он отступать не намерен. Ну а сегодня наметил объявить о новых громких шагах по защите страны от хакеров. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Иран провел испытания баллистической ракеты вопреки резолюции ООН. Маневры уже осудили США, Израиль и ряд стран ЕС. Запуск состоялся в воскресенье в 140 километрах от Тегерана. Однако известно об этом стало лишь сегодня. Снаряд средней дальности взорвался почти за тысячу километров от места старта. Напомню, два года назад Запад смягчил экономические ограничения против Ирана в обмен на сокращение ядерной программы. Не исключено, что соглашения это будут пересматривать. В ООН пообещали созвать экстренное заседание Совбеза. Как саудовский принц перевозит по воздуху своих пернатых любимцев и как сеть Старбакс ответила на президентский запрет въезда в США гражданам мусульманских стран. Об этом и не только в нашем обзоре. Всемирно известная сеть кофейн Старбакс наймет на работу 10 тысяч беженцев. Так администрация заведения ответила на решение Дональда Трампа запретить въезд в США гражданам семи мусульманских стран. Мигранты смогут устроиться на работу в Старбакс в любой точке мира, где есть кофейни. Нанимать беженцев планируют в течение пяти следующих лет. Почти две тысячи человек в Аргентине вместе вошли в озеро. Событие попало в книгу рекордов Гиннесса как самое массовое купание. Держать за руки пловцы образовали живую цепочку в соленом озере Эпекуэн. Предыдущий рекорд принадлежал жителям Тайваня. Там в подобной акции участвовали 650 человек. Бывший президент Польши Лех Валенца сотрудничал с коммунистическими спецслужбами в 70-х. Почерк на архивном договоре с службой безопасности Польской Народной Республики принадлежит Валенце. Это подтвердила экспертиза. Сам бывший президент это отрицает. Документы могли подделать. Эксперты утверждают, никаких следов фальсификации не найдено. 80 соколов летели вместе с пассажирами в салоне самолета. Саудовский принц купил каждой из своих любимых птиц билет в эконом-классе авиалайнера Катарской авиакомпании. Там для соколов соорудили специальные подставки для комфорта. Они занимали почти весь средний ряд кресел в самолете. Пассажиры шутили. Неужели принц не знает, что соколы и сами умеют летать? На сегодня это все. Я лишь отмечу, что мы следим за тем, что происходит сейчас в Авдеевке. Как только первая информация появится об этом, мы сообщим об этом в утренних выпусках. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин